Ольга Мельничук Которого, конечно же, баловали Которому все позволялось Папа был коммунистом Мама православной верующей Но о вере, конечно, не говорили Мама молчала Потому что боялась, что у отца будут неприятности Но жизнь была хорошая С первого класса меня отдали заниматься музыкой Спортом, плаванием Потому что девочка должна быть всесторонне развита И мне все время говорили Что у меня будут прекрасные успехи И там, и там Способности были хорошие Да, я была очень способна И были способности и там, и там И поэтому я занималась усердно И музыкой, и плаванием И в школу, когда я пошла Пошла я такой белой вороной То есть из-за того, что я жила В доме ветеранов сцены Каждый считал своим долгом Чему-то меня научить Кто-то петь, кто-то читать стихи Кто-то красиво есть Кто-то красиво ходить Кто-то красиво разговаривать И я мало общалась с дворовыми Ну, девчонками и мальчишками Поэтому, когда я пришла в обыкновенную Питерскую школу Даже тогда еще Ленинградскую школу То я на фоне всех ребят, которые там были Была, конечно, просто белой вороной Меня не приняли И я не прошла вот этого испытания Отверженностью Я мечтала о друзьях А на самом деле Меня на переменных там и дразнили И били портфелем И мне очень хотелось иметь друзей Это была только начальная школа Это было еще ранее Начальная школа, ну да И потом в пятом классе Когда я поняла, что Я хочу получить друзей любой ценой И мне как раз в это время Я выполнила норматив Мастера спорта по плаванию Да, мы уже ездили за границей И мне предложили перейти в школу-интернат Чтобы готовиться к Олимпиаде 80 Я с удовольствием согласилась Но я для себя решила Что вот в эту школу Я приду и я сразу буду такой, как все Потому что старые меня знали И у меня был шанс Как бы начать жизнь с чистого листа По-другому, да Да Но начала я его с неправильного чистого листа Потому что Когда я пришла в эту же спортивную школу На первой же школьной дискотеке Ко мне подошли старшие ребята Спросили, кто ты, что ты Куришь, пьешь Я сказала, нет И они мне сказали, научим И вот это был первый путь Первый шаг к тому, чтобы попасть в зависимость Да, это был первый шаг С этого началась как бы Ну, моя кошмарная вот эта жизнь С этого, когда Хотя я не подозревала Сначала все было очень весело и беззаботно Мы хотели в бары, в рестораны У нас, мы получали тогда деньги за спорт У нас была возможность И как нам казалось, мы отдыхаем Да, как это называлось Отдыхаем Ослабляемся Да И когда у меня появилось уже множество друзей На почве, причем вот этого всего То, ну, душа человеческая, она как преисподняя Да, она всегда расширяется То есть человека всегда мало Мне уже тоже стало мало этих друзей Мало этих баров, ресторанов То есть я начала искать чего-то более вот неординарного Я однажды познакомилась с компанией Которые предложили мне покурить Так называемую веселую сигарету Я даже представить не могла, что это наркотик Потому что тогда считалась Такая существовала ложь в Советском Союзе Что у нас в Советском Союзе Великом и Могучем Наркомании и наркотиков нет И быть не может Это вот Дикий Запад, Америка Вот там у них все есть А у нас ничего нет И поэтому я начала курить марихуану Даже не подозревая, что это наркотик Даже не зная, что это Даже не зная, что это наркотик И на самом деле казалось Все сначала очень так весело и беззаботно Потому что никаких последствий не было Потом немного позже Мне предложили уколоться Было очень страшно Но, как вся молодежь Я жила по правилам Что в жизни надо попробовать все Я не знала, что там есть продолжение Не ожидали, не знали Да, да И поэтому я попробовала И самое ужасное, что с первого раза мне понравилось Прошло лето И 1 сентября мне надо было идти в школу В седьмой класс Я утром проснулась И все лето были наркотики бесплатные Мы где-то ходили по каким-то клубам Где-то что-то тусовались А 1 сентября мне надо было идти в школу В седьмой класс И когда я утром проснулась Я думала, что я заболела Мама врача вызвала А немного позже раздался звонок телефонный И вот эти вот так называемые мои новые друзья Они спросили, почему я не в школе Я говорю, заболела Я говорю, грипп, наверное, ломает Я говорю, мне так плохо Они такие глупые Ты просто наркоманка Тебе нужна очередная доза Я по своей новинности говорю Я сейчас приеду Мне надо в школу бегом бежать Потому что я до этого не прогуливала Не пропускала Все было еще чинно, пристойно Они говорят, да, не проблема Приезжай, только денег сначала найди И с этого все началось И с этого все началось Естественно, денег у меня уже не было И знала, чем девочки зарабатывают Из нашей компании Там были все постарше меня Я позвонила одной из них И попросила в долг Она говорит, да, без проблем Я тебе дам в долг Только вечером вместе отработаем Как любая, наверное, девчонка Я мечтала о том Что у меня будет принц На белом коне Семья Дети Что все будет хорошо Потому что моя семья была Очень благополучная И хорошая Ну а вместо этого Пришлось торговать собой Для того, чтобы просто Зарабатывать на дозу И тогда было только 14 Седьмой класс Это мне было только 14 Да И вот так вот Я стала наркоманкой И проституткой И прошло какое-то время И, конечно же, наркотики Начали уничтожать мою внешность То есть Стала серая кожа Синяки под глазами Следы от уколов Ну, стала вся вот такая вот Неопрятная И все И меня просто перестали покупать И тогда дьявол мне Сразу привел меня В другую компанию Это была компания воров И мы воровали Где придется И что придется И Лишь бы заработать на дозу Потому что Я ужасно боялась сломок Ну а тогда вот в то время В тяжелое время для вас Уже были мысли о том Чтобы бросить Каким-то образом остановиться Значит, мысли, да Когда вот уже Когда меня стало уже сильно ломать Когда вот я уже стала воровать Я понимала Я очень боялась тюрьмы И я понимала Что мне надо как-то остановиться в этом И Этих воров посадили Меня оставили на свободе Как несовершеннолетнюю Они просто Ну не потянули меня за собой И Я пришла домой первый раз В 18 лет И сказала маме О том, что я наркоманка И что меня ломает Для мамы это, конечно, был ужасный шок Но она тоже не знала Что вообще такое существует Что с этим делать И поэтому первое время По своей вот этой По своему неведению Она даже Ездила к моей тете Которая болела раком И брала у нее Наркотики Для того, чтобы мне Ну как бы сделать Что-то вот получше Чтобы мне было Каким-то образом помочь Да Она считала Что она этим Как понимала Мама Она так помогала Ну и конечно Я уже манипулировала Обманывала И всячески Выманивала у нее И деньги И чтобы она съездила К тете Мама начала Обращаться В разные больницы И просить Чтобы врачи Помогли мне Платные Бесплатные И во все Да Меня брали Врачи Тогда был тоже детокс Даже на те времена Хороший Плохой Неважно Но он был И врачи освобождали Мое физическое тело Меня переставало ломать Но самое ужасное Что осталось Это вот внутри Вот это вот Душевное Духовное Не знаю на каком уровне Но вот эта Пустота и боль И вот эта пустота и боль Она настолько невыносима Что ты хочешь От нее как-то избавиться А единственное Что может тебя Избавить от этого Это очередная доза И поэтому в первый день Выходя из самых разных клиник И там и дорогих И дешевых И каких угодно Я опять начинала все сначала Потому что не могла Вынести вот эту пустоту Внутри меня Прошли годы И я так решила для себя Я очень хотела ребенка И я думаю Если я рожу ребенка Он точно меня остановит На самом деле Я уже была готова На все Чтобы Оставить эту зависимость И вот в 23 года Я забеременела И мне удалось Родить мальчика И мой сын Родился наркоманом На ломках Врачи боролись За его жизнь Снижали дозу То есть он уже Родившись Он уже нуждался В наркотике Он уже нуждался В наркотике Чтобы хорошо себя чувствовать Его уже давали Да Поэтому мы снижали Делали такую лесенку Чтобы так как младенец Чтобы он не умер И потом Когда нас выписали Когда я пришла домой с ним На самом деле Я была счастлива Я думала Все И я победила Вот это тот момент Который ожидали Да Это то Чего я столько лет ждала Наконец-то Но это оказалось Очень недолгим Прошло буквально Пара месяцев И я поняла Что я не могу Вот выносить Я не могу Заполнить эту боль Что моя любовь К сыну Она слабее Чем вот эта пустота Вот эта боль Вот это Это невыносимо терпеть Я оставила Своего сынишку маме Сама опять ушла Ходить своими путями На тот же путь вернулись Да Конечно Через два года Правительство в Ленинграде Решило расправиться С наркоманами Таким образом Что в одну из составных частей Наркотика был добавлен яд И нас в больницу Тогда попало Более 600 человек Это показывали По телевизору Потому что Это было Ну что-то такое Ну какая-то такая Необычная Такая необычная Метод борьбы Да Необычный метод борьбы Это конечно Не очень не афишировалось Но и были Телеведущие Которые откровенно Говорили Что произошло И Все умерли Я осталась жива Только благодаря тому Что дома Моя православная мама И мой двухлетний сын Они стояли на коленях И они просили Бога всемогущего Чтобы он помиловал Он помиловал меня Меня выписали Через пару недель Буквально Но с диагнозом Рак крови То есть уже тогда Это ухудшило состояние Это ухудшило состояние Да И Какое-то время Я полежала дома Но потом Вот эта Внутренняя пустота И опять Дополнительные боли И все То есть Я опять начала Употреблять И Больше того Врачи мне Не выписывали Никаких наркотиков Даже когда Я потом уже Просила их об этом Потому что Они говорили У тебя такая доза Что наши наркотики Для тебя будут Вообще бесполезны И Ко мне много лет Приходили два врача Это частная медицина Тогда была Очень дорогая Питерская И помогали мне Просто переламываться Под общим наркозом Потому что Я уже не выносила В нормальном состоянии Ломок И я их пригласила В последний раз Потому что Я начала понимать Что я умираю У меня не было Вообще сил Я стала весить 40 килограмм Открылись все кровотечения То есть Ни одна ранка Даже вот укол От иголки Он не заживал И превращался в язву И поэтому Все тело Уже было покрыто язвами И Где-то На подсознании Ну так как мы все Такие православные же Да Вот в России Где-то на подсознании У меня было такое Что Мне надо у кого-то Попросить прощения Потому что Вся моя жизнь Она ужасна Я это прекрасно понимала То есть У меня была нормальная Самооценка Я понимала Что она разрушила Мамину жизнь Что она все Рушит вокруг себя Что у меня сын брошен Что Ну ничего Не получилось И я Думала Что мне надо Попросить у кого-то Прощения Чтобы занять Полочку в аду Повыше немножко И умереть Нормальным человеком Что тогда у меня Есть шанс На какие-то Вот То есть в принципе Вы ощущали Что Жизнь неправильная Нужно что-то меня Что делать Как вырваться Из этого круга Постоянно одно и то же На протяжении многих Многих лет Постоянно одно и то же Да Я даже ездила В православный монастырь И там Была две недели И наверное Оттуда я приехала Где-то внутри Понимая Что я не могу Быть верующей Потому что То есть уже поиски были Да Поиски были Но да Я понимала Что я не могу Верить в Бога Потому что Это слишком тяжело Но я на самом деле Преклоняюсь Перед теми людьми Которые уходят В монастыри У них очень нелегкая жизнь И они Как бы искусственно Ее создают Но тем не менее Ну я вот Посмотрев на них Я поняла Что я так жить не смогу Тут даже были мысли Что в монастырь уйти Да Да Это истинный путь Для того чтобы полностью поменяться Да Нет Удалиться от общества Да И я вот пригласила Этих врачей И попросила их Чтобы они последний раз В жизни мне помогли И вот они меня Обследовали Взяли анализы Посмотрели мое состояние Они говорят Ты не выдержишь уже Ни препаратов Которые мы тебе даем Ни ломок Что твой организм Настолько ослаблен И настолько разрушен Уже раком Что тебе осталось Максимум два месяца Что не мучай себя Да колись и умри Вот это был Исследовали Приговор подписали И сказали два месяца Вот это был приговор Конкретный Человеческий приговор Но Слава Богу У Господа Были свои планы Потому что Единственный человек Который не прекращал Вот верить Молиться И надеяться Это была моя мама Она молилась И стучала во все двери Куда только можно было И у нас В Ленинграде Было такое общество Для мамочек Называлось оно Азария Хотя это не верующие мамочки Но тем не менее Это было общество Азария И они собирались И придумывали Как можно помочь Своим зависимым детям И они решили создать Такой круглый стол На котором они пригласили Психологов Наркологов Милицию Людей Которые пытаются Исцелить Наркоманов В фотографии Дать им увидеть Прекрасное Есть люди Которые считают Что если наркомана Посадить на лошадь И возить его по горам Там три месяца То он тоже бросит Наркотики Что это все Исцеляет душу Общение с природой С лошадью Ну в общем вот так вот И моя мама пошла В очередной раз На это собрание Просить денег На очередную больницу И когда Она привела меня с собой Потому что я Как бы убежала Очередной раз Из очередной больницы И когда мы зашли С ней туда Там вот эти Сидели все люди И когда мы зашли Прозвучала такая фраза Что Ну вот Вот на нее Посмотрите Сколько она лет Уже сюда ходит И ничего Вот пусть Если ваш бог Может Пусть он ей поможет А оказывается За этим столом Только что шли Такие очень бурные дебаты Где каждый говорил Что надо вот так Вот так Или вот так И среди них Был один парень Который сказал Он говорит Я все это уже пробовал Я 11 лет Употреблял наркотики И только бог Когда я отдал ему Свою жизнь Он изменил ее А все вот это Это не работает И на него Все восстали Начали там кричать Шипеть И когда зашла я Это был как брошен Вызов богу Если ваш бог Такой сильный Пусть ей поможет Пожалуйста Вот человек Которому сейчас Нужна помощь Которому нужна помощь Но этот парень Сказал Окей И потом Вот мы уехали С мамой домой И вот этот парень Еще там с бригадой С группой людей Это вот тюремное служение Было одной из церквей Они начали приходить Ко мне домой Были просто рядом со мной Молились за меня Говорили о любви Милости Божьей Честно скажу Особо не слышала Потому что была В таком состоянии В ужасном Но они утешали Мою маму Они убирали Мою квартиру Они играли с моим ребенком И буквально Вот я говорю Что на самом деле Как поколачивали надежду Что есть выход Есть Есть И потом они Один день пришли И сказали Знаешь что Бог нам сказал Тебя оставить Теперь он будет Работать с тобой Прошел месяц Я перестала ходить Состояние ухудшалось Ухудшалось Очень резко В моем кругу Общения Пропали все Наркотики Для меня Это было нет Потому что За 14 лет Огромные Я торговала Последнее время Поэтому Огромные связи И я вспомнила Об этих людях Которые Когда приходили Ко мне Честно скажу Раздражали меня И я вспомнила Я думаю Это единственные Кому от меня Ничего не было надо Кто ко мне приходил Говорил мне Хорошие Добрые слова Кто занимался С моим сыном Кто помогал Мне убирать квартиры Утешал мою маму Я это все Вспомнила И я сказала маме Я говорю Давай завтра Пойдем в церковь Это была суббота Август месяц Я сейчас Это очень хорошо помню Я говорю Завтра Пойдем в церковь Я выбросила Из дома все Что было связано С наркотиками У меня было принято Серьезное решение Что ну как бы Все На этом все Надо что-то делать Все начистила Как могла Там все выбросила И на следующий день Мама повезла меня В церковь на такси Потому что Ходить я не могла И когда конечно Я зашла в зал Я была очень удивлена Это был кинотеатр Я представляла До сих пор церковь Как православную Похоже на православный храм Да И это был кинотеатр И я увидела Это была большая церковь Увидела Сотни и сотни Счастливых Радующихся людей Я думаю Вот чему можно радоваться В наше время Ну как бы Оно такое ужасное Это был 95-й год Продукты по карточкам Везде давки Это было безумие А они радуются Лица хмурые на улице Лица серые хмурые Состоянием экономики И всего же Всей жизни А тут столько сотен людей И они такие счастливые И для меня Это был первый шок То что я увидела Я Не могла даже сидеть У меня было плохое состояние Поэтому я лежала В углу церкви На полу просто То есть это было Уже еще больная Еще Да Вообще И я просто лежала В углу церкви На полу И просто искренне Плакала И молилась Молилась И просила у Бога Что Господи Если ты есть Если ты на самом деле Можешь что-то вот сделать С моей вот этой жизнью То сделай то Что ты хочешь Потому что Я не хочу так жить Больше Я не поняла Про что была проповедь Потому что Ну я ничего и не слышала Толком Не понимала Единственное Что я в конце услышала Что пастор сказал Что все Кто хотят отдать Жизнь Иисусу Выходите вперед Мне была не нужна Моя жизнь вообще Поэтому я была рада Ее отдать И в тот же день Согласились Я попросила Вот этих ребят Чтобы они помогли Мне выйти Они меня вывели Вперед И я не дожидалась Пока там все Соберутся Молитвы общие Там все время В церкви каялась На человек 5-6 точно Это такое Тогда было время Как пробуждение Да И Я просто сама Плакала И просила Бога О прощении Просила о помощи Просила о каких-то Изменениях Потом молились за нас Потом подходили люди Обнимали Поздравляли Я не понимала С чем Что Но Мне было Очень как бы Это приятно Я понимала Что на самом деле Здесь другие люди Потому что Ну вот Как я себя описала Да Вот вся в язвах Ну жутко Я выглядела Люди на улице Просто думали Что наверное Мертвец идет Навстречу Потому что они Переходили на другую сторону А тут люди обнимали И для меня Конечно это был шок Что мной не брезгуют Домой Я уже поехала На трамвай Сразу легче стало Да Мне стало Ну нормально Причем после служения Вот эта группка Небольшая людей Тюремное служение Они молились За мое исцеление Но я тогда не понимала Что, чего, зачем Но они молились За мое исцеление И просили Бога Хотя потом Они мне честно Откровенно признались Они говорят Мы вообще не верили Что ты еще раз Когда я придешь В церковь Так было Все ужасно выглядело Все было так плохо Но тем не менее Они молились И домой я поехала Уже на общественном транспорте Я 40 минут стояла Слава Богу Когда приехала домой Я знала Что сейчас начнется ломка Я очень боялась Потому что я помнила Слава врачей Ты не переживешь Даже не мучайся Но Господь Богатой милостью Наш дорогой Бог Который взял на себя Весь этот кошмар И который не зря умер Его кровь не зря течет С Голгоф И он Конечно забрал Весь этот кошмар Зная что я тоже Ломки так и не было Не переживу Ломка так и не наступила Причем скажу больше Я три дня Не могла поверить Что нет ломки Со мной рядом сидел Один брат Вот это как раз тот парень Который был Вот на круглом столе И он Мне звонили в дверь Звонили по телефону И он всем говорил Она умерла А все верили Потому что это должно было Произойти вот-вот И на самом деле Он говорил правду Потому что я тогда умерла Для старой жизни Для старой жизни И уже родилась для новой Как уже другой человек И на третий день Так как Я не давала ему спать У меня была единственная Что бессонница И он говорит Я поеду домой Посплю Я говорит Больше не могу Я говорю Ну хорошо Езжай И когда он ушел У меня внутри началась паника Что я осталась одна Я напугалась И прямо как будто Вот все Как будто стало возвращаться Все это состояние И тогда вдруг Вот в этот момент Когда я была Наверное в полном Уже в таком В паническом состоянии Как будто комнату Наполнили Такие чувства Как любовь Мир Спокойствие Вот что-то такое Теплое Сверхъестественное И я видела Глаза Христа Который сказал мне Вставай и идти Я не знала Куда идти Поэтому я встала Быстро оделась И вспомнила Единственный адрес Верующих людей Который был у меня Я поехала к ним Чтобы узнать Кто это был Вообще Куда он меня послал Что он от меня хочет Они мне сказали Что когда ты будешь Читать Библию Потом ты увидишь Что Иисус так многих поднимал Он говорил Что вставай и иди Сам Иисус явился Сказал вставай и иди Вставай иди Куда узнать Да я пошла узнать Куда Ну конечно Они мне объяснили Все что чего и как В общем я пошла В библейскую школу Потому что я хотела знать Кто это Что он от меня хочет Какая Что на самом деле Что мне надо делать И самое главное Наверное Как я могу отблагодарить Потому что я очень хотела Отблагодарить За то что со мной Вот уже произошло Я не знала Что в будущем Но уже была благодарна Богу за то Что вот меня не ломает За то что я Слава Богу Да Как насчет болезни Вот заключение врачей Которые говорили Два месяца Это уже больше двух месяцев Прошло с того момента С момента того Как они говорили Да прошло месяца три Но это вот я уже месяц Училась в библейской школе Я за этот месяц Меня там все подкармливали Так как я была вот такая А продукты были по карточкам Поэтому люди со мной Все время делились И я поправилась на 28 килограмм За месяц За месяц Да у меня стали заживать Мои все раны Ну как бы потихонечку И уже тогда мне сказали Что раковые так не поправляются Не может такого быть У меня такие красные щеки стали И я пошла сдала кровь Пришла получать ответ Они говорят Пересдайте Я пересдала Пришла второй раз Они собрались Много врачей собралось Целый консилиум Они такие Что вы знаете Простите нас пожалуйста Два года Вот в таком страхе Мы вас держали Мы поставили Ошибочный диагноз У вас абсолютно Нормальная кровь Слава Богу Полностью исцеление Полное исцеление Вот так я узнала Что Господь не только дал мне жизнь Но и как бы исцелил меня от рака И знаете Моим Наверное единственным Таким желанием Осталось Я сначала хотела Очень сильно Петь в прославлении Ну я думаю Что это Мечта любой девушки Женщины Да Ну как бы Хорошее желание Потому что Прославлять Господа Все так чисто и красиво И я записалась Даже на репетиции Так как я училась В музыкальной школе Думаю пригожусь И как только у нас Репетиция в понедельник Так ко мне Подходит Сергей Мотивасян Руководитель тюремного служения И говорит Вот Саше сходите Там надо Вот то сделать Помочь С родителями Наркомана поговорить Я думаю Ну ладно В этот понедельник Не пойду на репетицию В следующую Подходил следующий понедельник Ко мне опять подходил Руководитель тюремного служения И говорил А вот вы с Саше Сходите там Наркоман на ломках Посидите с ним Позаботитесь Я думаю Ну ладно в следующий понедельник. И так продолжался месяц, второй, третий, четвертый. И я поняла, что Господь хочет от меня нечто другое, что петь я могу в машине, когда еду. А Он хочет, чтобы я помогала вот таким же людям. тогда мы уже стали вот с этим парнем, который был на этом круглом столе. Я начала просить, чтобы ходили к моим друзьям. И мы ходили по моим друзьям. И так началось служение. Оно началось с того, на самом деле, что к нашему руководителю, к тюремному служению, к Сергею, подошла одна сестричка. Она говорит, у меня пропал брат в районе рынка Дыбенко. Это там, где торговали наркотиками очень сильно в Питере. И говорит, помогите мне его найти. И мы пошли его искать. И вот то, что мы увидели, спустившись в подвал из Санкт-Петербурга, на самом деле, шокировало даже меня, человека, который был в этой зависимости, потому что я такого не видела. Мы увидели сотни и сотни вот таких же, как я, умирающих, разлагающихся от наркотиков молодых девчонок и парней, которые вообще не имели никакой надежды, никакого выхода вот так же. только они уже не нужны были никакой, они же не уходили с этих подвалов. Они поднимались на свет, только чтобы купить очередную дозу и опять спуститься туда. И вот мы начали просто ходить по этим подвалам, кормить их, поить, перевязывать их раны. С нами был врач, еще несколько человек. И тогда вот Сергей Матевасян понял, что тюрьмы – это не самое страшное зло, которое существует. Что люди вот гниют заживо, молодые подростки гниют просто, умирают заживо, и они никому не нужны, потому что только когда кто-то умирал и уже разлагался, и трупный запах мешал жителям, они вот звонили в полицию и говорили, приезжайте, заберите, там какой-то наркоман сдох. И полиция, приезжая, на самом деле даже не искали родственников. Тела забирали в братские могилы или таблички «Неизвестная женщина», НЖ, НМ, «Неизвестный мужчина». Вот так относились к этим людям. И вот тогда Сергей, он ушел из тюремного служения и началось служение, вот эта помощь вот таким взятым на смерть, как говорит притча 24-й, 11-й, да? Да. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Это девиз нашего центра. И вот так началось служение. Сыну моему, 31, недавно, вот в августе, он женился. Слава Богу. Да, слава Богу. Как насчет вашей личной жизни, семьи вашей? Личная жизнь, да, когда мы заканчивали библейскую школу, и уже было такое, что должно начаться вот это служение, мы молились о репцентре, потому что мы брали ребят домой, ну, на разные квартиры, там где-то что-то, и они нас просто обворовывали и уходили назад. И мы поняли, что когда вот это все так вот доступно, в шаговой доступности, но очень тяжело им помочь, что это нужно где-то далеко, за городом, в лесу, где-то вот, где они смогут жить, мы с ними будем работать, что-то делать, чтобы показать им практическое хождение с Богом, потому что теоретическое не работает, надо теория и практика. И тогда вот начиналось это служение, это мы заканчивали, я и вот этот парень, который помогал мне с самого начала, он второй курс, я первый курс, и он сделал мне предложение. Мы были первой семьей из бывших, которая была создана вот на базе вот этого служения, которую Господь создал. И сейчас этих семей уже больше 500, уже сбились со счета, детей куча у всех. И вот как бы мы с мужем уже вот в команде Сергея Мотивасяна 27 лет, 26-27, ну, между, уже сбились со счета, особо не считаем. И раньше все это было в России. А потом мы стали ездить в Америку. В Америку и просить, ну, как бы здесь помощи для того центра, потому что 95-й год, как я сказала, что ни денег, ничего, а наркоманов было очень много. И мы приезжали сюда, и люди очень откликались, помогали, и благодаря этому мы там строились, мы там обновлялись, брали много людей. У нас и сейчас там около 200 человек находятся единовременно. О реабилитации. Да, но и тогда тоже было огромное количество. У нас была запись на полгода, и мы просто не могли брать людей, пока не построим следующую комнату. И вот так степ-бай-степ мы помогали людям. И начали ездить сюда, просить помощи, и люди помогали. А потом стали подходить в церквях и говорить, что здесь такая огромная проблема среди молодежи. Почему вы здесь не начнете такое служение? Мы все время говорили, что нет проблем, как бы вы начинаете, а мы поможем, подскажем, проконсультируем, будем приезжать периодически. И вот тоже прошло много лет, а мы смотрим, что так ничего и не началось. И тогда в один из приездов сюда Сергей Матьевосян, он говорит, что все, раз Господь нам это доверил, значит нам надо, мы не можем пройти мимо этого. У нас там на тот момент уже был большой штат служителей в Питере, и мы могли уже как бы более свободно передвигаться, и уже мы вышли на самообеспечение. В России мы вышли на самообеспечение. Здесь пока нет, а там вышли. А мы здесь добьемся. Да, слава Богу. Да. И мы начали ездить уже сюда, смотрите, вот собрали даунпеймент, купили землю, и начался центр в Миссури. И это было на самом деле тоже замечательно, потому что земля вот пришла как от Господа. И вот тоже за эти 13 лет уже много людей получили спасения, прощения, вернулись в свои церкви, в свои дома. Теперь они не разрушители, теперь они созидатели Царства Божьего. Многие из них неравнодушны и помогают, но как бы до сих пор, но каким планом у нас в Лос-Анджелесе есть наши два выпускника, и там замечательное служение. У нас больше всего в центре людей из Лос-Анджелеса, потому что они не сидят на месте. Они вот такие везде, 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 они всех знают, они всем хотят помочь. И там есть служение для родителей, и оно есть и на Zoom, причем если кто-то нуждается, вот может быть, в подсказке, в помощи, то не проблема, я вам оставлю телефон. Хорошо, будем рады. Оставлю телефон этого парня, да, это наш выпускник Давид, и у него есть команда, которая помогает ему там, и они вот работают с зависимыми людьми, с родителями зависимых, и, ну, слава Богу, Господь благословляет их. У меня есть вопрос к вам, Ольга. У нас в последние несколько лет во многих штатах уже официально введена марихуана, как для... Recreational Use, это как для успокоения. Да, да, для многих ее до всего прописывают. И задаются вопросы такие, вот молодежь спрашивает, те, которые, может, хорошо не знают, и не сталкивались с этим. Что тут плохого? Вот как вы бы могли, какой бы вы совет могли бы дать зрителям, которые нас смотрят, родителям, молодым людей, которые задаются вопросом, что тут плохого? Ну, здесь даже, наверное, не совет. Я могу просто сказать, как это происходит, не только уже из своего 14-летнего опыта, да, вот такого негативного, но и из опыта тех тысяч, которые прошли через программу. А прошло их более 8 тысяч только в Питере. Здесь мы пока еще, у нас не было времени считать. Ну, поделитесь, пожалуйста, вот как влияет марихуана на... Ну, я могу сказать, что начинается все даже не с марихуаны, а раньше. Раньше это начиналось с табака, с сигарет. Сегодня якобы безобидные электронные сигареты, да, которые молодежь считает, что это вообще, ну, какой-то ароматный дымок, и для них это фан. С этого все начинается, к сожалению, даже вот не с марихуаны. Потом приходит марихуана. Что-то посильнее, да? Что-то посильнее, да. Потом, когда организм начинает уже привыкать к марихуане, он начинает требовать опять своего, но он требует уже еще что-то более сильного. И поэтому марихуана, единственное, что она делает, она прокладывает путь тяжелым наркотикам. Больше она ни для чего не нужна. Она не может депрессия, вытеснить депрессию, да? Не может что-то там, ну, помешать чему-то вот из того. Потому что марихуана – это препарат, который... Это тетрагидроканабинол, как говорят о нем врачи, да? Вот сейчас говорят, что есть СИБД, есть БСИБД. И вот это такое вранье. Ну вот, если это растет из одной земли, одно и то же растение – это наркотик. Поэтому... И человек, который пристрастился, он все равно под влиянием... Человек, который пристрастился, он находится под влиянием вот этого тетрагидроканабинола, который вызывает зависимость, который разрушает мозг, который подавляет вот эти все удовольствия, которые мы естественным путем... Вот маленькие дети, вот они играют часами, да? Они могут возиться, смеяться, кувыркаться, им не нужен допинг. А мы, когда начинаем что-то употреблять, мы гасим вот эти все естественные центры удовольствия, которые работают в нашем организме. И это делает марихуана. Она просто это все подавляет. И потом ты не можешь без этого вообще уже не радоваться. Она уничтожает это все. И ты заменяешь естественное искусственным. И просто тебе каждый раз нужна большая доза, больше, 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 больше. И когда ты уже перестанешь получать удовлетворение от марихуаны, ты перейдешь просто на что-то более тяжелое. То есть фактически игры с подобными растениями, наркотиками, легкими наркотиками очень опасны. Я могу сказать, да, что каждый, кто прошел через нашу программу, каждый человек, он с уверенностью может заявить, что все началось с марихуаны. И каждый наркоман считает, что он никогда не притронется к тяжелым. Потом существует такая ложь, что если ты не колешься, там, куришь, нюхаешь, то ты не наркоман. А какая разница, через какое место. Хоть через клизму, честно скажу. Ты все равно имеешь зависимость. Поэтому просто вот для молодежи не разводить, что вот хочу пожелать им, не разводитесь так просто на всю ложь, которая течет на вас из интернета и из других вот таких инфоисточников. Потому что я человек, который прошел это. И со мной считать, со мной вместе говорят вам тысячи, которые не считали, что их жизни могут разрушиться, которые были успешными в своей юности, у которых были планы и мечты на будущее. Наркотик, марихуана, они разрушили жизнь полностью, до основания. Слава Богу, нам повезло. Господь спас нас, Господь восстановил нас. Но сколько тысяч, которые сегодня просто умерли. И души их в аду. И им уже никто и ничто не может помочь. Поэтому не будьте глупыми. Знаете, не сильные останавливаются. И нельзя сказать, что это вот кайф. Знаете, просто живите, не напрягаясь. Живите в милости Божьей. Живите в благодати Божьей. Исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь Господом. Ищите Его лица. И знаете, что вам не нужны будут суррогаты. Потому что Бог дает настоящую радость. Он дает настоящий мир в наши сердца. Он наполняет тем вином, которое не заменит ничего. Это мир, любовь, радость в Духе Святом. И это не просто слова из Библии. Это то, что переживаю я на сегодняшний день. Несмотря на все мои тяготы, несмотря на все мои разлуки. Я не скажу, что жизнь в Боге для меня очень легкая, что прям вот полметра от земли. Нет. Она тяжелая, реальная жизнь. Но я счастлива. Слава Богу. У меня еще вопрос такой. Проходя через вот такие трудности в вашей жизни и видя такие большие милости Божьи, которые Господь совершил в вашей жизни, что вы могли бы посоветовать обратиться к нашим зрителям, которые ожидают ответа от Бога? Мы такие необычные времена живем. Кто-то может работу терять, кто-то ожидает исцеления, кто-то ожидает подкрепления, возможно, от Бога. Может, кто-то просто испуган тем, что будет в будущем. Вот что вы могли бы сказать нашим зрителям? Я могу сказать одно, что на сто процентов в наших всех жизнях исполнится воля Божья. Если мы ищем Его, если мы хотим. И я бы посоветовала вообще всем на самом деле. Потому что я считаю, что счастье в Боге – это не просто иметь общение с Ним. И просто вот я молюсь, читаю Библию, хожу в церковь. И вот это Бог меня защищает. Я считаю счастье, когда ты видишь, как Бог через твою жизнь, Он касается других жизней. Он изменяет их. Он освобождает, исцеляет, приводит. И я понимаю, что у нас у самих много проблем. Но знаете что? Если не переключить свой взгляд со своих проблем на другие проблемы, ты никогда не поймешь, насколько ты счастлив в Боге и насколько у тебя их нет. Не концентрироваться на своих проблемах. Не концентрироваться на своих. Потому что проблемы, они дальше будут больше. Нас Библия предупреждает об этом. Что дальше будет хуже. Дорогие дети, не ждите ничего хорошего. Конец приближается. Но это реальность. И мы видим сейчас, мне кажется, исполнение вот этого всего. И я думаю, что просто нам надо начать не только молиться и жить для себя, а больше начать делать. И вот если бы каждый христианин, он задумался, что у меня осталась вот неделя, ну вот жизни, вот через неделю все, Господь придет и заберет. Я думаю, мы бы все по-другому жили. По-другому бы жили. Вообще радикально по-другому. Мы бы перестали, я мне мое, и мы бы тут же переключили свои взоры на то, что Господь нам повелел. А Он повелел, спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? И там дальше написано тоже замечательные слова, что ты скажешь, не знал этого, а испытывающие сердца знают все. Ольга, спасибо большое за ваше свидетельство. И, знаете, вот хотелось бы помолиться за всех наших зрителей, которые сейчас смотрят нас. И если вы нуждаетесь в ответе от Бога, то мы помолимся, чтобы Господь, Господь пришел к вам, коснулся вас. Но вы должны с искренним сердцем прийти к Нему и сказать, Господь, ты просто приди в мою жизнь, ты измени мое обстоятельство, ты коснись меня. Давайте мы помолимся. Встанем. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за то, что Иисус Христос пришел на эту землю и пострадал за нас, пролил свою святую кровь, для того, чтобы мы могли быть очищены от наших грехов, Господи, чтобы наши грехи могли быть прощены, Господь, для того, чтобы изменить наши жизни. Я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, благослови наших зрителей, каждого, кто смотрит нас. Господи, Ты видишь проблемы, трудности, обстоятельства, с которыми сталкивается каждый из них. Бог мой, помоги, чтобы их сердце было направлено к Тебе, чтобы каждый человек искал Тебя, Господь, а Ты действуй в их жизни. И будь прославлен, Господь, через их дела, слова, и пусть Твоё Святое имя славится в наших жизнях. Слава Тебе, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Божьих вам благословений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова